страхи парикмахеров коллеги друзья всем привет с вами дмитрий кождан как всегда еду на работу и решил значит обсудить с вами эту тему а все почему потому что я очень часто сталкиваюсь с тем что когда мастера обращаются ко мне за подбором инструментов я хочу помочь мастерам сделать правильный выбор чтобы мастер не выкинул деньги на ветер я хочу в этом помочь как технолог как специалист который работал всеми ножницами которые у нас представлены а это собственно немало я вам хочу сказать инструментов это ножницы джуниор д.с. кидаки i love my hair джоэл хикария то есть шесть брендов и я вот этими всеми брендами работал чтобы понять как все это устроено как правильно подбирать ножницы что нужно сделать чтобы мастер не выкинул деньги на ветер и я всю эту психологию примерял естественно на себя чтобы потом доносить до мастеров но что делают мастера мастера даже с большими стажами боятся сознаться в том что они чего-то не знают я всегда призывал и призываю мастеров к тому что вы и не должны чего-то знать знаю я но пожалуйста отвечайте на какие-то вопросы которые я вам задаю когда хочу вам в этом помочь чтобы вы не выкинули деньги на ветер и многие мастера к сожалению боятся отвечать на поставленные вопросы также как и например приходят на семинар по окрашиванию по стрижкам я все-таки частенько посещаю естественно некие обучающие курсы да смотрю на реакцию мастеров и смотрю как многие мастера не отвечают на вопросы технолога то есть что-то кто-то задает вопрос все молчат я например всегда когда прихожу на какое-то обучение всегда говорю честно я ничего не знаю я пришел получать знание расскажите мне пожалуйста чтобы я знал вы у нас технолог вы все знаете поэтому я включаю режим ученика и вот тоже самое в инструменте инструмент невозможно знать и я думаю что большинство мастеров даже не знают каким инструментом они работают а все по все почему потому что никто никогда не углублялся в философию в функционал инструмента который покупают а все почему потому что мастер в лучшем случае знает какой ему нравится размер и в лучшем случае знаю нравится какая какая-то форма которой он работает зачастую многие например покупают ножницы и даже не знает что например у них эргономическая форма или полуэргономика так и ничего в этом страшного нет что вы чего-то не знаете знаю я и я хочу всегда вам в этом помочь чтобы вы знали что вы купили для какой техники вы купили инструмент главное всегда честно и откровенно говорить правду чтобы ну опять же не обманывать себя и не обманывать технолога чтобы тот мастер который вам хочет помочь в вашем выборе в правильном выборе естественно вам в этом действительно грамотно помог а то вы говорите а но в то же время не говорите б и соответственно получается что у вас неправильное представление обо всем это касаемо и инструмента и окрашивание и понимание красителей вот у нас например а павел проводит обучение по краске вэлла то же самое он дим говорит я готов что говорит это только у тебя говорю в ножницах такая же беда но и в понимании красителя тоже у многих мастеров беда я говорю так и в этом и проблема что у мастеров есть страх сознаться в том что они чего-то не знают ну не хотят люди сознаваться что они в чем-то не знают как так у нас стаж сумасшедший и мы будем говорить что мы чего-то не за нет так 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 нельзя мы не будем в этом сознаваться хотя что здесь такого плохого сказать что что ты чего-то не знаешь вот я вам могу сказать честно от себя положа руку на сердце нет тут ничего такого зазорного чтобы сказать что ну я вот там не знаю там вот это вот это вот это здесь нет ничего постыдного плохого что ну ты как мастер за 20 лет чего-то не знаешь вот пожалуйста дорогие коллеги относитесь к этому с пониманием если вы видите что мы кто-то вам задает вопросы я или другие технологи это не потому что вас кто-то хочет обидеть или опустить вам хотят помочь это это даже огромная помощь если вы говорите правду и и честно говорите что вы в чем-то некомпетентные вот я например плохо кручу кудри я об этом честно и откровенно заявляю и если я приду к грамотному специалисту который будет обучать меня накрутки кудрей то он наоборот скажет каждом давай я тебе покажу как это делать правильно ты повторишь и я тебя этому научу ты в конце концов за это не платишь деньги и вот тоже самое касаемо всей парикмахерской индустрии что если кто-то что-то не знает говорите не стесняйтесь нет здесь такого постыдного если вы видите что какой-то тренер вас как-то стебет или что-то там подшучивает над вами да ну бог с ним пускай значит это плохой тренер который не понимает того что человек пришел на обучение он платит деньги и он хочет научиться и здесь нет ничего постыдного в том что человек чего-то не умеет в нашей профессии наоборот даже это нормально что человек чего-то не знает об и все почему потому что в нашей профессии знать все невозможно и это нормально это касаемо на всего в этом мире знать все невозможно поэтому друзья мои подумайте над моими словами очень хорошо если вам нужно подобрать грамотный инструмент если вы хотите пройти обучение например по стрижкам по окрашиванию волос там по той же самой краски вела например если вы хотите на ней грамотно работать хотите пройти обучение также по стрижкам как строится круг квадрат трехугольник вы всегда можете написать мне в мои соцсети все ссылки будут внизу в текстовой строке в описании к этому видео поэтому пишите не стесняйтесь я всегда рад помочь мастерам которые хотят получать знания хотят получать качественный инструмент и знать самое главное как на этом инструменте работать на этом в принципе все что я хотел вам рассказать в этом видео с вами был дмитрий каждан не забывайте на меня подписываться смотрите рекомендованные видео и не забудьте вбелить лайк этому видео а кстати не напишите какой-нибудь умный комментарий пока